Хорошо, я бы хотел поделиться, у меня есть слово, и это, знаете, даже не столько проповедь, сколько это свидетельство личных переживаний последнего времени, то, что происходит со мной. Но я верю, что это вот в тему того, что происходит, начало происходить здесь, в церкви, в Риге, в базовой церкви «Новое поколение». Ну, я рассматриваю, хочу сразу, чтобы вы все поняли, я рассматриваю Ригу вообще как базу, я не рассматриваю, для меня сложно рассмотреть отдельные церкви, потому что вы все самодостаточные, я не хочу кого-то выделить, но для меня Рига – это вот просто Рига, она одна для меня. Для меня нет другой Риги, и для меня нет другого нового поколения, я знаю Рига и Алексей Ледяев в России так. Никто не знает, ну, еще знают Ольгу Ледяеву. Все. Я знаю, что это, я чувствую, вот вы поймите, что я чувствую, я чувствую, что мы на пороге чего-то большого. Это чувствует все фибра моей души, это прям, это в воздухе витает. Вот выходишь утром, уникальная природа в Прибалтике, уникальная. В Красноярске сегодня плюс 29, но ночью плюс 3. Тут надо понять, что, вау, вот это вот, то есть, вот это когда вы слышите плюс 29, и как бы, ну, сразу автоматически можно пойти купаться, нет. Ночью плюс 3. Все. Уже купальный сезон закрыли в июле. Ну, это шутка. Не, в этом году природа прям, ну, нас балует. Все лето вот так вот, 29-30. Ну, извините, если что не так, если мы у вас забрали, если опять Россия виновата в том, что, в том, что здесь непогода. Ну, это тут вообще не много проблем. Хотите, заберите, я жру не очень люблю. Ну, вот я к чему. Выходишь, и здесь пахнет свежестью утром. Вот это непередаваемое чувство. Я нигде такого не испытывал. Ну, вот морской климат, это, вы, может, принюхались, но я выхожу. Ну, ты в атмосфере, когда находишься, да, ты привыкаешь. Ну, ты привыкаешь. Ко всему можно привыкнуть. Ты привык находиться в этой церкви. Я уже говорил, а для кого-то приехать в Ригу, ну, это целая, ну, как, это эпопея жизни. Люди там цели себе ставят. Вот я в 2017 году хочу приехать в Ригу. Для него цель. И он приезжает, и для него все. И он даже зайдет и скажет, вау, какой крутой дизайн здесь вообще сделан. Вот это вот, вот это вот, ничего как. И потом где-то вы увидите в каком-то доме евроремонт в стиле, как в Рижской церкви. А вы привыкли к этому. Кто-то дышит юдированным воздухом и думает, вау, да тут можно наслаждаться жизнью. А вы привыкли. Просто привыкли. Просто пришла обыденность. И я вот о чем говорю. Вся, каждая клеточка моего организма чувствует перемены. Я слышу это в воздухе. Это новый этап развития, служения нового поколения. Но, ну да, вы можете похлопать. Но оно не придет само по себе. Богу нужны руки и ноги наши. И наши головы, и наши мышцы. И наше желание самое главное. Нужно, чтобы ты согласился и сказал Богу, я готов действовать. Бог, вот я, используй меня. Нужно просто сказать Богу, да, я готов. И если ты однажды скажешь, представьте, когда Бог обращался к Исаии, кого мне послать? Когда Исаия слышал эту фразу, кого мне послать? Он был один в комнате. Один на один с Богом. Там же не была толпа. Там Исаия, еще восемь человек, и Бог сел такой, ну что, ребята, кого мне послать? Он был один на один. И этот вопрос, возможно, ты даже каждый день слышишь, кого мне послать? И ты думаешь, и ты оборачиваешься, ну пошли его, или пошли вот того, или вообще пошли всех. Пошли всех, Господь. Послушай, Бог лично говорил Исаии, кого мне послать? Ожидая от него ответ, вот я, Господь, пошли меня. Вот я, Господь, пошли меня. И сегодня каждому из нас нужно просто однажды сказать, Бог, вот я, пошли меня. Я хочу действовать. Мне надоело сидеть и говорить, я ничего не могу. Я ничего, у меня ничего не получается, у меня руки растут не из плеч. Я вообще вот не умею красиво говорить. И у нас постоянно есть оправдание. Мы научились оправдываться. Я заметил, люди научились лучше всего в жизни оправдываться. Откуда это понять не могу? Вот смотрю на своего старшего, ну скажи ты правду, не смог, не получилось, нет, надо, я вот так, как бы, раз, раз, раз. Я понимаю, что мы все такие. Мы с юных лет научились оправдываться. Стыдно признать поражение, стыдно признать, что ты что-то не можешь. Послушай, я хочу тебе сказать, скажи однажды Богу, вот я, Господь, используй меня. Вот я, Господь, пошли меня вперед. Вот я, Господь, дай мне домашнюю группу. Вот я, Господь, дай мне служение. Я хочу просто быть нужным. И вот именно в тот момент, именно в тот момент, когда ты скажешь Богу «да», начнется новый сезон в твоей жизни. А если начнется новый сезон в твоей жизни, начнется новый сезон в церкви. Богу нужен человек. И есть такие, ну есть такое место в Писании. Я буду просто рассказывать из своей жизни, что я переживаю. Я нисколько не хвастаюсь, но так получилось, что в моей жизни такой новый этап я испытываю. У меня есть мечта, чтобы в Красноярске в 2020 году провести такую большую молодежную конференцию. Огромную молодежную конференцию. У нас есть зал хороший, красивый зал, очень дорогой в аренду. Ну, суть не в деньгах. Я знаю, что главное, что когда у тебя есть мечта и цель, все остальное это приходит. Я уже, в следующем марте будет пятый раз, как мы проводим молодежную конференцию, не используя бюджет церкви. Вообще ни копейки. И Господь как-то дает деньги, причем столько, сколько нужно. И я удивляю всегда этому, ну, уже как-то привык удивляться, но знаю, что всегда это будет. Даже если вчера еще не было, завтра он обязательно даст эти финансы. Я верю. То есть вопрос не в деньгах, вопрос в том, что этот зал нужно наполнить людьми. Зал на три с половиной тысячи человек. И у меня есть эта мечта, и я к ней иду. И я знаю, как это достигать. Но знаете, однажды мне, и у меня была и такая установка для себя, ну, мне вот 36 лет, скоро будет 37. И я думал, в 40 лет пойду в спортзал. Ну, вот надо, думаю, ну, 40 лет, кризис мужской, там, ну, все вот это. Я буду обрюзглым, некрасивым. Надо заниматься собой. А тут у нашего, у пастора Маргариты был день рождения, как раз так получается после конференции. И знаете, ты на подъеме прошла конференция, ты такой, во всем будешь участвовать. И тебя в трех номерах пригласили участвовать. Я три танца станцевал. И на третьем танце, на середине, я начал задыхаться. И думал, я потеряю сознание, у меня такое ощущение, что мне тут душить начал. И я понял, что надо не ждать 40 лет, надо идти в спортзал. Потому что ждать 40 лет, это можно, ну, долго. И уже превратиться вообще непонятно в кого. Я пришел на беговую дорожку, и за 20 минут я пробежал 2 километра. Это были страшные, самые страшные в моей жизни. 20 минут. Ну, мне, конечно, не очень радостно рассказывать, кем я был в прошлой жизни. Ну, я много видел в жизни, и никогда так практически спортом не занимался нормально. Ну, было в юности, баскетбол играл, но не бегал никогда, у меня не было такого. Просто там, ну, так вот. И тут начал через день бегать, а потом стало скучно бегать, и я думаю, что я просто бегаю? Просто бегаю. Это же скучно. Надо какую-то цель. И читаю, что в Москве 20 сентября, это было начало апреля, будет марафон. Марафон — это 42 километра, 195 метров. Нужно пробежать. Не важно, за сколько времени. Главное — пробежать. Когда мне сегодня спрашивают, ты хочешь победить? Я смотрю, ребят, я хочу просто добежать. Я думаю, вот это отличная цель. Потому что я начал читать про марафонцев. Это очень сильные и выносливые люди, которые могут побеждать себя. И я начал это сравнивать с нашим служением. Вы подумайте, при чем здесь марафон? Но, знаете, мы очень часто что-то пытаемся сделать, не прилагая никаких усилий к этому. Я помню, как я кому-то рассказал, надо мной начали ржать, и говорят, ты смотри, как в Мэр Риги не поступи. Я сначала не понял, что это за шутка про Мэр Риги, а потом читаю, что он вышел и на 5 километрах упал. Не смог даже 5 километров пробежать. Но это говорит о том, что нельзя что-то сделать просто захотев. Нужна подготовка. Нужно готовиться. И служение Богу — это как раз я рассматриваю вообще как марафон всей нашей жизни. Это не стометровка, когда ты стартанул, пробежал, и ты победитель. Служение Богу — это настоящий марафон всей твоей жизни. Когда ты побеждаешь сам себя. И мне всегда, знаете, я там, я пробежал, помню, 5 километров, я думаю, вау, супер. Потом, ну у меня есть программа, которая готовит меня. Потом я пробежал 10 километров, я думаю, вот это я молодец, 10 километров. Мне уже все говорили, ты молодец, ты молодец. Но цель была дальше, цель 42 километра 200 метров. А это в 4 раза дальше. В 4 раза. И когда ты сегодня слышишь, ты молодец, ты достиг, знаешь, что твоя цель дальше. Ты сегодня вообще в самом начале, 10 километров — это вот сегодня для меня 10 километров — это вообще не дистанция. Я могу просто вот пойти и вот даже сейчас в таком виде пробежать эти 10 километров, и со мной ничего не произойдет. Мне даже скучно будет от этого. Потому что я прошел этот этап, потому что сейчас мы находимся в чем-то дальше. И когда я был здесь, в Риге, вот в июле, как раз так получилось, у меня была новая дистанция, 17,5 километров. Я пробежал, мне такая радость. Потом я приехал на служение к пастору Ольге. И так долго, ну там такое длинное начало прославления, потом молитвы. У меня уже ноги болят, я помню, за кафедрой все. И потом я в конце сел, я понял, такая усталость. Но вот это, знаете, этот кайф, то, что ты смог это сделать. И потом мы приехали в Тольятти, и мне нужно было пробежать 21 километр. Все про это говорят, это самая трудная психологическая дистанция для человека. Я испугался просто одной цифры, 21 километр. Я там познакомился с одним человеком, он говорит, я приеду поддержать тебя. Он приехал на велосипеде, и вся его поддержка была в том, что он ехал рядом со мной. Я бежал, а он ехал, и он разговаривал со мной, он подбадривал меня. Но это было реально благословение. Потому что в один момент я испытал такое странное ощущение. Мне это как будто раз кто-то за ноги схватил, и я физически не могу сдвинуться с места. Просто это прям, ну я вам рассказываю, как это было. Я физически остановился, я дышу абсолютно нормально. Я все понимаю, что, ну, я понимаю, что мои ноги не двигаются. Но мы же понимаем, что мы не просто ходим, да, наш мозг посылает сигналы нашим ногам идти, рукам двигать. То есть мозг за все отвечает. И он на меня смотрит, этот товарищ мой, которого я видел впервые, и улыбается. И говорит, что, ноги не идут? Я говорю, да. Он такой, а сколько ты до этого бегал? Я говорю, 17 с половиной. А сколько сейчас пробежал? Я смотрю на трекер, чуть больше 18 километров. Он говорит, твой мозг отказывается верить в то, что ты можешь. Я говорю, как это? Он говорит, мозг запрещает твоему телу двигаться дальше. И в этот момент я просто, я сел, я не сел, я вот так встал. И я понял, что вся наша проблема находится вот в этом маленьком сером веществе. Я смотрю на него вот с такими глазами, он, наверное, аж наиспугался. Он говорит, что мне делать? Он говорит, беги. Я говорю, как бежать? Я не могу с места сдвинуться. Он говорит, ну тогда иди и уходи с дистанции. Я говорю, в смысле? Он говорит, ты должен сейчас доказать, просто убедить свой мозг, что ты можешь больше. И это был реально прикол, как я убеждал свой мозг. Я говорю, как это сделать? Я говорю, я не могу ногами пошевелить. Он говорит, ну бери руки и двигай себя. И я в прямом смысле. 20 или 30 метров я ушел, вот так убеждая свой мозг. А потом он поверил. И я побежал. Я прибежал и пробежал за 1 час 59 минут. В следующее воскресенье мне нужно было бежать снова 21 километров. Но мозг-то верил уже. Я пробежал 21 километр за час 49. То есть 10 минут он у меня украл. 10 минут моего времени украл мозг. Я не мог за неделю улучшить результат на 10 минут. Никто не может этого сделать. Даже профессиональные спортсмены. Мозг ворует твой потенциал. Я это понял. Все наши ограничения, то, что ты себе говоришь нет, это говоришь ты себе. Если ты говоришь, что ты не можешь, это ты сказал. Знаете, как в Библии написано? Очень круто написано. Псалом 138, 14. Давид пишет. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Я дивно устроен. Я дивно устроен. То есть там же не написано, что ты устроен. Ну так вот средненький, тебе Бог создал. И ты такой, посредственный человечек такой. Ну ты занимайся чем-то. Ты дивно устроен. Люди, которые дивно устроены. Послушайте, мы же устроены. Это не просто дивно. А по образу и подобию Божьему. Представь. Ты частица всемогущего, великого Бога. Отображение Его на земле. И что ты думаешь, что Бог не может с твоими руками, используя твое тело, что-то сделать на этой земле? Бог может много. И Библия говорит, что мы можем несравненно больше, от чем мы просим и помышляем. Когда ты начинаешь это понимать физически, это становится легко. Это становится применимо на любом. Я сегодня, знаете, я сегодня смотрю, что бы ты ни делал. И я сразу вспоминаю эти первые 21 километров. Мне всегда так смешно. Я думаю, ты можешь отказаться. Когда мне сегодня молодежь говорит, мы это не сможем сделать. Я говорю, почему? Потому что нам так сказали. Кто? Те люди, которые не сделали этого? А ты поговори с тем, кто сделал. Поговори с тем, кто это уже достиг. Всегда есть человек, который не сделал. И это самый лучший советчик. Ой, у тебя не получится. Почему? Ну, мы пробовали. И что? Ну, у нас не получилось. А если у меня получится? Если у меня получится? Если я возьму и сделаю. Всегда есть возможность отступить. Твой мозг тебя убеждает. Когда мне нужно было пробежать 30 километров, это было не так давно. Я на 27 километре, я умолял уже себя, не беги, не беги, ты и так молодец. Я бежал и говорил, ты крутой, все, успокойся. Все, у тебя уже даже пот не бежит. Ты должен остановиться, ты должен пожалеть себя. Ты должен. И знаете, ты такой красивый рассказчик, оказывается. Не надо тебе служить. Ты так хорошо все делаешь. Ты посмотри, как ты учишься на одни пятерки. Ну, зачем тебе служить? Это представь тебе, через весь город приехать на служение, провести домашнюю группу. Через весь город тебе надо проехать. И ты такой, о, да, я же герой. Точно. Чего-то я вообще погорячился, взяв это служение. Послушай, без тебя Бог не сможет сделать пробуждение в этом городе, на этой земле. Ты реально нужен Богу. Ты очень сильно нужен Богу. И твоя выносливость в служении, она на самом деле нужна. И когда ты останавливаешься, знаете, мне кажется, если бы хоть раз остановиться, ну, может, у меня характер такой, но я бы перестал себя уважать. Я один раз, я неделю бегал вот с такой сопухшей ногой, с черной. Потому что я боялся, что я не начну снова бегать. И сегодня я боюсь не прийти хоть раз на служение. Знаете, почему? Потому что не придя один раз на служение, второй раз ты себе расскажешь, да ладно, что там один раз не пришел, без меня ничего не произошло. А ты никогда не рассматривал свою жизнь в такой сфере, что кто-то в тебе нуждается. Есть люди, которым необходима именно ты. Есть люди, которым необходима именно твоя молитва. Знаете, вся наша... Вот прав был Грибоедов, написав свою комедию горе от ума. Мы слишком много знаем. Я вам сейчас... Можно я прочитаю одну историю? Она меня реально потрясает. Есть в Австралии супермарафон. Это... Сейчас я вам скажу, сколько. 875 километров. 875 километров. Это ультрамарафон. В Австралии из Сиднея в Мельбурн люди бегут. Ну, как-то бегают. Но сейчас я прочитаю. Тут не сильно длинная, поэтому не переживайте. Дистанция супермарафона составляет 875 километров, что занимает приблизительно 5 дней от старта до финиша. В забеге обычно участвуют лёгкоатлеты мирового класса, которые специально тренируются для этого события. В своём большинстве атлеты не старше 30 лет и спонсируются, ну, большими брендами, там, ну, спортивными. В 83-м году лёгкоатлеты мирового класса были в недоумении, когда в день забега на старте появился 61-летний Клифф Янг. 61-летний. Пастор Алексей. А не пробежать ли нам с вами в Риге марафон? Да не, ну я шучу, но это ни при чём. Я не готовил этот 61, только сейчас понял, когда это всё. Вот так вот вас стали смотреть. Но суть не в этом. Сначала все думали, что он пришёл посмотреть на старт забега, так как был одет в рабочий комбинезон и галоши. Ну, просто пришёл на старт человек. Ну, когда он получал номер участника, то все поняли, что он намерен бежать со всеми. Тогда ещё никто не знал, что единственным тренером Клиффа была его мама, которой было 81 год. Это не сказка, это реальная история, произошедшая в 1983 году в Австралии. Это факты из жизни Клиффа Янга. Когда Клифф получил номер 64, построился на линии с другими атлетами. Ну, представьте, картина, да, такой. Все такие подтянутые, молодые парни, 30-летние, не старшие, в шортиках, в маечках, в кроссовках фирменных, там с амортизаторами всё, там разминаются. И приходит мужичок с гармошкой, поиграя немножко, в комбинезоне, в галошиках. Что бы вы подумали, когда рядом с вами появляется такой человек? Как минимум, как минимум, ты человек, прослуживший уже много-много лет, ты открывший две с половиной домашних группы, наверняка ты бы начал смеяться, и сказал, откуда у тебя опыт, друг? Я тренировался, я здесь от рождения, и то я не могу достигнуть, не могу победить. А кто ты такой? А Клифф Янг не знал, что нужно делать. Он знал, что ему нужно просто пробежать по 775 километров. Он не знал правил игры. Он не знал ничего, что его предстояло. Он знал просто дистанцию. Пять дней, 875 километров. И у него спортсмены спрашивают, а, репортеры камеру навели на Клиффа и спросили, привет, кто ты такой и что ты тут делаешь? Он ответил, я Клифф Янг, мы разводим овец на Большом пастбище недалеко от Мельбурна. Ты действительно будешь участвовать в этом забеге? Он говорит, да. А у тебя есть спонсор? Нет. Тогда ты не сможешь бежать. Да нет, я смогу, ответил Клифф. Слушайте, я вырос на ферме, где мы не могли себе позволить лошадей, купить или машину до самого последнего времени. Когда надвигался шторм, то я выходил загонять овец, у нас было 2000 овец, которые паслись на 2000 акров в земле. 2000 акров это много, я так понимаю, да я, к сожалению, не владею информацией. Иногда я ловил овец по 2 или 3 дня. Он бегал 2-3 дня за овечками. Он говорит, это было непросто, но я всегда ловил их. Я думаю, что я смогу участвовать в забеге, потому что он длится всего на 2 дня дольше, чем я бегал до этого. Всего лишь 2 дня. Я думаю о том, вот представьте, и как мыслят люди мира. Ну написано же, да, что сыны века сего догадливее. И мы. Благодать с нами. И для нас благодать, это синоним халява. Ну, я не знаю, ну, я долго от этого мусора освобождался. Я прямо убеждался, Сережа, я говорил сам себе, благодать это не халява. Благодать это когда ты пашешь, 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 и Господь тебе в благодати своей дает. Но ты-то пахал до этого. А что это за благодать? Так вот это и есть благодать принять. Потому что есть люди пашут, 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 и нет благодати принять. Вот это благодать. А когда ты сидишь, ну, в русских сказках всегда у нас было так, то рыба приплывет, щука поймал, то печка за тобой заговорила. И все русские люди... Я помню, я помню в юности я мечтал, как я найду чемодан с долларами. Мне было лет 14, я думаю, смысл работать, я рано или поздно найду чемодан, там будет как минимум миллион долларов. Я в это верил до 17 лет. Не нашел до сих пор. И все, многие люди так, они верят реально, что кто-то придет волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. И даже кино бесплатно не показывает. Ну, а еще и с кимо подарят, да? Никому ничего не дарят. Благодать заключается в том, что ты должен прилагать усилия для достижения своей цели. Что... Знаете, я думаю, в чем моя благодать? Да благодать в том, что я на 30 километрах не упал и не умер. У меня позвоночник никуда не улетел, потому что ты что? Ты весь и стравмируешься. Ты что там? Да кто тебе сказал на мне благодать? И когда тебе говорят, ты не сможешь этого сделать, отвечай так, надо мной благодать Божья. Я не знаю по каким законам живешь ты, я знаю, что это всего лишь чуть-чуть больше моих усилий, чем я делал до этого. И Клифф Янг вышел и сказал, ребят, да всего лишь два дня плюс. Я три бегал, не останавливаясь. И тут началось самое интересное. Когда марафон начался, то профессионалы оставили Клиффа в его галошах далеко позади. Толпа смеялась над ним, тогда как он даже не смог правильно стартовать. Представьте, на старте марафона люди стараются бежать очень тихо, не расходуя своей силы и энергии. Толпа спортсменов, она оставила его далеко позади. Представьте, что он испытал на старте, когда все фуф, а он просто там замешкался, может галош слетел с него, кто его знает. Но что-то произошло. По телевизору люди наблюдали за Клиффом, переживали и молились, чтобы он не умер по пути. Пусть за тебя молятся. Когда ты будешь в своем служении, пусть за тебя молятся, чтобы ты не умер по пути. Бог знает, и ты прекрасно знай, куда ты идешь. И это не намного больше, чем то, что ты делал до этого. И тут смотрите, каждый профессионал знал, что для завершения дистанции потребуется порядка пяти дней, и для этого ежедневно необходимо 18 часов бежать и 6 часов спать. Каждый профессионал знал, что нужно бежать 18 часов и 6 часов спать. Но Клифф Янг не знал. Он не знал, что нужно спать. У него была цель пробежать, но он не знал, что нужно еще спать. Он не знал. Его мозг не знал. Его мозг не говорил ему, что все, ты пробежал 18 часов, пора спать. Когда профессионалы настраиваются на что-то, знаете, мне всегда там говорят, а почему ты ровно по этим бегаешь? Я говорю, вот ты не поверишь, но когда ты знаешь, что тебе остается 100 метров до конца, ты не сможешь пробежать 200, потому что все, ты говоришь, все, я остановился, это конец, все, я настроился на это. Это в жизни так. Ты знаешь, что тебе нужно от пункта А дойти до пункта Б, и ты не сможешь дальше шага сделать. Твой мозг говорит, все, ты пришел, ты сделал, ты молодец, ты победитель, ты кто угодно, но дальше тебе идти не нужно. А этот человек не знал, он просто, он бежал. На следующее утро после старта люди узнали, что Клифф не спал, а продолжал лежать всю ночь, достигнув другого города. Но даже без остановки на сон, Клифф был далеко позади всех легкоатлетов. Представьте, он отстал на сколько. Когда он достиг следующего городка, Клиффа спросили о его тактике до конца гонки. Он ответил, что подождите, я пробегу еще финишную черту. И Клифф бежал, с каждой ночью он приближался к лидерам забега. И в последнюю ночь Клифф обошел всех атлетов мирового класса. К утру последнего дня он был далеко впереди всех. Клифф не только пробежал супермарафон в возрасте 61 года, не умерев по пути, но и выиграл его, побив рекорд на 9 часов. Он просто не знал. Он просто не знал. Клифф Янг преодолел забег в 875 километров за 5 дней, 15 часов и 4 минуты. Не зная, что атлеты могут спать, он представлял перед собой бегущую овцу и догонял ее. Просто. Он просто, ему мерещилась овечка, он бежал за ней, говорит, я тебя догоню, все равно куда ты от меня. И 5 дней он бежал за этой овечкой, когда все люди ложились спать. Ну это шутки может быть, да, там за овечкой он бежал, но он просто не знал, что можно спать. Если бы, знаешь, если бы он убедил себя, что сейчас можно остановиться и поспать, он бы не победил. На следующий год он побежал и он прибежал с седьмым только потому, что у него этот сустав выскочил, у него был там надлом этого шейного, как это называется, шейки бедра, ему в пути наложили шину и он с этой шины бежал и финишировал с седьмым. Ну вот он расстроился тогда очень сильно, потому что он не победил второй раз, овечку не догнал. Самое интересное, знаете, самое интересное, что он бежал не ради денег, когда ему дали 10 тысяч долларов за победу, он посмотрел на них и сказал, а что, за то, что я сделал, полагаются деньги? Он говорит, конечно, ты же чемпион. А мне не нужны деньги. Как? Он говорит, ну у меня все есть для жизни. И он пяти финишировавшим после него спортсменов раздал по 2000 долларов. Когда ему подарили часы, он говорит, зачем мне часы, я знаю, когда утро, я знаю, когда вечер, я знаю, когда я хочу есть. И он подарил эти часы первому попавшемуся ребенку. Послушай, я хочу, знаешь еще, я понимаю, я понял для себя из этой вещи одну вещь, что нами движет, когда мы служим Богу, когда мы достигаем своей цели. Если финансы, нами должна двигать сумасшедшая идея. 875 километров. Да, до Москвы. Зачем мне ваши билеты? Зачем мне ваши границы? Побежали. Служение Богу это марафон длинною в жизнь. Знаете, когда Библия говорит о том, что филиппинцам 4.13, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, это говорит именно о том, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Это не говорит о том, что я могу служить, но я не могу помогать людям, или вернее, я могу помогать людям, но я не могу вести домашнюю группу, я не могу евангелизировать. Ты все можешь. Библия говорит, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Единственный твой враг это твой мозг. Ты с ним договорись. Попробуй убедить его, что ты можешь. Потому что убедить мозг это вообще самое парадоксальное, но самое тяжелое в своей жизни. Потому что, ну, как ему рассказать? Как ему объяснить, что это нужно тебе делать? Он самый главный враг, он тебе говорит, что ты устал. Служение Богу сегодня не в моде. Тебе нужно достигать других целей. Тебе нужно быть успешным. Тебе нужно строить свой бизнес. Тебе нужно строить карьеру. Тебе еще что-то нужно строить. Но знаешь, самое главное, он тебе не говорит, что тебе в первую очередь нужно строить церковь Божию. Церковь Божию. Церковь Божию. Я верю, что в церкви твои дары и таланты они будут реализовываться. И если мы говорим, знаете, я вот восхищаюсь женщинами на самом деле. Ведь своей женой мы были, мы 9 тысяч километров проехали всей семьей на автомобиле. В семи городах служили. Это тоже такой марафон. Ну знаете, это же не развлечение, что мы такие, а, мы просто сели вчетвером в свой японский автомобиль 2000 года выпуска. Над нас все смотрели и говорили, вы крэйзи. Праворукая машина. Правый руль, руль с правой стороны. То есть, где вы сидите, обычно не за рулем, я там сидел за рулем. Мой сын старший, 14 лет, он сидел и вот так выглядывал. Папа, можно? Ну, обгонять фуру. Папа раз, обогнал. То есть, вы должны понять, что это такое. Папа, Папа обошел. И на нас все смотрели и говорили, вы сумасшедшие, 9000 километров на такой развалюхе. Я говорю, это не развалюха, это, это, это служитель божий. Ну, а как это развалюха, если она возит, так моя ласточка не просто выжила, она, как вообще, она еще и штрафов собрала. То есть, она ехала. Какой русский не любит быстро езды, она ехала. Мы последние у нас были, у нас были последние два служения в субботу, у нас были в Кемерово, и утром мне нужно было служить в Красноярске, там, ну, там, 500 с небольшим километров, ну, то есть, нам нужно было ночью быстро проехать, и утром я должен уже был быть такой, раз, все. И, сейчас я вам прочитаю, просто это тоже нужно прочитать, смски от моей жены, благо, что у меня телефон в тот момент был на авиарежиме, и они не приходили ко мне. Это тоже говорит о том, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Прости меня, дорогая, что я рассказываю сейчас самые подробности. Я уже потом, это через, ну, буквально утром уже, когда поехал на служение, включил телефон, я начал читать, и мне такой смех разобрал, думаю, вот, насколько мы сами себе пытаемся рассказать, что ты не можешь. Первая смска в 20-27. Сереж, может, поехали? У нас идет, заканчивается молитва, там, на самом деле, ну, прямо вот такое глубокое служение, я понимаю, я вижу ее краем глаза, я вижу, что она устала, потому что это 29-й день в пути, второе служение днем, ну, то есть, второе служение в день, у нас двое детей, ну, один на бодряке, второй уже такой, четырехлетний, он уже все, так мне петь не рисовать, и вот это смс, когда она первая написала, Сереж, может, поехали? 20-27, 21-20, спустя почти час, Сереж, 21-22, у меня скоро не будет сил даже чемоданы собрать, 21-23, поехали, 21-24, или давай останемся ночевать, 21-25, свидетельства могут быть бесконечными, 21-26, мы отдали все, и имеем право уехать, 21-28, Сереж, есть какая-то милость, милость ко мне, 21-30, я очень устал, и когда я в 23-00 спустился из зала в кафе, я увидел, знаете, конкурент, ну, я не знал этих смс, правда, я их прочитал через, ну, на следующее утро, то есть, я в таком, приподнятом настроении, служение закончилось, в 23-00, то есть, через полтора часа после пришедшей последней смс, я такой счастливый, спускаясь вниз, говорю, хотел сказать, ну, что, поехали, что ты сидишь здесь, а у нее так очередь из людей, она молится за них, я думаю, вот это силище, вот это молодец, я уже говорю, у меня сил нету, я все отдал уже, как она еще успевает молиться, а она потом рассказывает, ты не представляешь, я написала первую, последнюю смс, поняла, что у тебя что-то не лады с телефоном, и думаю, да короче, пойду вниз, говорит, вот так вот села в кафе, вот так вот руки, ну, сложила, лицо положила, и думаю, и сколько, сказала, Господь хотела помолиться, говорит, чувствую меня, кто-то вот так вот делает, говорит, а вы же пророчествуете, женщина стоит, говорит, попророчествуйте мне, и она, говорит, я начала за нее молиться, и смотрю, говорит, еще человек пять, подошли, говорит, и в общем мы уехали где-то в районе там 12 часов ночи оттуда, я уже сам тоже хотел ей писать, поехали, я устал, я уже больше не могу, что ты там делаешь, и представьте, мы могли уехать в 20-27, после первой смс, после первой смс, и она бы реально поверила в то, что у нее нет сил, она бы реально поверила в то, что у нее нет сил, я потом говорю, мы едем, я говорю, я там, знаете, ну, женщины же особенно трепетно в машине ведут себя, когда ты особенно быстро едешь, там, ночью, через горы, они так переживают сзади, там, ой, ой, что ты, а сколько мы, с какой скоростью едем, я говорю, ты поспи, я не могу спать, твой мозг, два часа назад, заставлял тебя, перестать служить, согласиться с тем, что ты больше не можешь, согласиться с тем, что ты устал, согласиться с тем, что все, ты и так сделал многое, тебе можно отдохнуть, тебе мозг только что пытался в это, прошло два с половиной часа, и ты уже мозгу пытаешься, ну, давай поспим чуть-чуть, но я уже не могу, я уже хочу, ты сам выбираешь свой путь, ты сам выбираешь свой путь, иногда, иногда мы, знаете, мы расцениваем это, ну, что это такая ерунда, там, послушайте, не ерунда, мы можем сами себе давать установку, и написано в Библии, все могу, в укрепляющем меня, Иисусе Христе, это даже, когда у тебя заканчиваются силы, когда у тебя заканчиваются эмоции, когда у тебя все заканчивается, но есть в этот момент сила Божья, о которой ты забыл, я помню, вот эти вот, 30 километров своих, на 27-м, пот, перестал бежать, я пастору рассказывал, реально, первый раз увидел, вот такой, кожа солью покрылась, вот этой обычной, ты и так победитель, остановись, ты еще не победитель, ты еще не сделал, все, знаешь, когда ты будешь победителем, когда, твоя мечта исполнится, когда вся, весь город, вот вся Рига, будет в церкви, Латвия будет спасена, христианское правительство, ты увидишь, вот это твоя мечта осуществилась, но не, не которое, вот, а христианское, настоящее правительство, когда, когда ты, послушай, вот просто представь, Клифф Янг, это человек, который бежал, ему дают деньги, он говорит, я не бежал не ради денег, у меня есть другая цель, когда у тебя, представь себе, когда, если бы ты точно знал, что завтра придет Иисус, хорошо, не завтра, через неделю, ты твердо знаешь, что через неделю придет Иисус, и тебе нужно память, по максимуму выложиться на эту неделю, ты бы не спал, потому что Господь спросит с каждого из нас, за тех людей, которым ты проповедовал и служил, и ты бы бегал, как заведенный, по этой стране, по этому городу, просто говорил, люди, посмотрите, и у тебя бы и слова хватило, я не знаю, с чего начать, я не знаю, как подойти к человеку, самая большая распространенная история, которую я слышу, я не знаю, это вы такие молодцы, послушай, если бы ты точно знал, что через неделю вся земля сгорит, и все, что на ней, ты бы делал вообще сумасшедшие вещи, так представь, что так и есть, представь, что ты живешь последний день, представь, что завтра не будет, и когда ты думаешь об этом, твое мышление, оно меняется, когда ты живешь, завтра, а я завтра сделаю, а я завтра еще успею, а если завтра не наступит для тебя лично, знаешь, когда я начал рассматривать вот в этом, завтра не наступит, завтра нет, есть сегодня, есть сейчас, есть вот в этот момент, самый главный враг это завтра, а я завтра смогу, мне сегодня рассказали свидетельства, я был потрясен, из Кенгаракса в церкви, жена Сергея Константинова, у нее обнаружили рак, и ей нужно было делать химиотерапию, то есть врачи, ну врачи же они такие оптимистичные, они говорят, все это, но это все, это приговор, завтра, ну там, не знаю, сколько вы проделаете, и у них завтра назначена химиотерапия и палатка, где они проповедуют Евангелие, и Сергею, он получает откровение о том, что его жена должна проповедовать об исцелении людям, он ей говорит, он говорит, ты что с ума сошел, ты знаешь мой диагноз, у меня уже все там, там у нее что-то уже вскрывали горло, там что-то брали какую-то там это, я не буду этого делать, он говорит, ты должна это сделать, она выходит, и вместо химиотерапии говорит людям о спасении, говорит людям об исцелении, и знаете, что происходит, на следующий день она ей сдавает, она говорит, ой, у вас чистые анализы, стоит человеку поверить, то что он болеет, даже если не больной человек, он начинает болеть, даже если ты никогда не болел, прочитай на ночь эти, медицинские энциклопедии, ты реально всеми болезнями заболеешь, посмотри все серии доктора Хауса, ты вообще начнешь диагнозы и по людям определяешь сразу, и приди на палатку чудес, или просто приди в подъезде кому-то, одному человеку в своем подъезде, просто приди, постучись в квартире, скажи, знаете, я не свидетель Егова, но я хочу с вами поговорить о чем-то большом и настоящем, в мире дефицит любви, мы хотим миру дать все, мы хотим дать миру дискотеки, хотим дать какие-то красивые вещи, в мире самый большой дефицит, дефицит любви, мир не знает, кто такой Иисус Христос, мир не знает настоящего Бога, а ты носишь это в себе и думаешь, завтра расскажу, или еще что-то, послушай, завтра может не наступить, и когда эта девочка, она реально выглядит как девочка, маленький ребенок, вот с виду, ну юная, и когда ты понимаешь, что она испытывала в этот момент, когда она, зная свой диагноз, проповедовала об исцеляющем Боге, зная свой диагноз, проповедовать об исцеляющем Боге, так что завтра не наступит, вот это и есть настоящая сила, настоящая победа над своими мозгами, когда ты говоришь, ребята, я не знаю, о чем вы думаете, но я могу вам дать нечто большее, чем вы имеете на сегодняшний день, потому что в какие-то моменты, знаешь, я знаю, что мы все сильные люди, но силы мало, нужна еще выносливость, и когда ты научился выносливости, когда ты научился выносить вот эти, проходить через всякие трудности в своей жизни, выносливость, мне вообще одну вещь сказали, что именно в стрессах растут мышцы, растут мышцы, когда ты бежал 5 км, нужно бежать больше, чтобы мышцы укреплялись, когда ты делал что-то одно механически, начинай делать больше, и тогда ты в стрессе будешь укрепляться. Знаете, я бы хотел, чтобы мы в конце помолились, вот на основании всех этих свидетельств, на основании всех этих вещей, что мы можем больше. Я хотел бы, знаете, Оскар, принеси, пожалуйста, я молился, и я получил вот такое откровение, как написано, это соль. Я сейчас прочитаю это местописание, и хочу молиться вначале этим. 4-я царств, 2-я глава. Давайте мы откроем сейчас, что-то сделаем. Я хочу, чтобы вы в это поверили. 4-я царств, 2-я глава. 19-й стих. Там история такая, что люди доставали Елисея, но не верили ему, смеялись над ним. И они, там написано, что они ему наскучили, и в 19-м стихе сказали жители этого города Елисею, вот положение этого города, хорошо, как видит господин мой, но вода нехорошая. И земля бесплодна. И сказал он, дайте мне новую чашу, положите туда соли, и дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли, и сказал, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. Знаете, я получил, вообще, почему я здесь? У меня есть откровение, я верю, что это от Бога. Если здесь, я молодежный пастор, и для меня важно, чтобы молодежь была не номинальная в церкви, а молодежь была настоящая в церкви, которая жаждет служить Богу, которая берет на себя любые обязательства, которые, знаете, которые идут впереди, которых не надо упрашивать, а которые говорят, вот я, пошли меня вперед, пастор, я здесь, пастор, ты можешь рассчитывать на меня. И я получил такое откровение, что если здесь будет сильное молодежное служение, то это здоровая река, она растечется по всему движению нового поколения. И именно поэтому я здесь. Я, знаете, я хотел бы сделать сейчас, пусть это будет как образ, как пророческий акт, я верю, что из-под порога этого храма течет вода. И я хотел бы, чтобы мы вместе с вами, просто поверив в это священное действие, в этот пророческий акт, мы просто бросим соль в этот источник. И я верю, что вода будет здоровая. И эта земля будет плодовитая. И эта земля будет приносить огромные плоды в Царство Божие. И здесь будет не просто молодежное пробуждение, здесь будет пробуждение страны. То, о чем мы молимся. Я верю, что пробуждение начинается с чего-то, не с малого, а с одного места. И растекается дальше. Я верю в апостольство этой церкви. Я верю в апостольство Алексея, я верю в апостольство Ольги. И я знаю, что то, что они проходят это время, проходили это время, оно заканчивается. Я не могу себя сравнивать с Елисеем, я абсолютно не сравниваю себя ни с каким пророком, но я знаю, мне говорили, пророчествовали, что что-то будет на мне, это какой-то пророческий дар. И я это получил в молитве, что нужно так сделать. И я хочу, чтобы вы поверили, что это не просто соль сыпется на пол, это соль сыпется в источник, отсюда течет вода. Я знаю, что каждому из нас, знаете, как там написано, люди смотрели на этот город, все хорошо в церкви, но вода нехорошая, но земля не плодовитая, а так все хорошо. Я знаю, что хватит смотреть глазами человеческими, хватит смотреть то, что ты видишь сегодня. Я бы хотел, чтобы мы все вместе во время этой молитвы, мы приняли для себя одно. Господь, вот я, пошли меня, используй меня, хватит сидеть, я хочу тебе служить, я хочу приносить плоды в Царство Божие, ты можешь рассчитывать на меня. Если ты до этого говорил, я не смогу, скажи, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Ты все можешь, все можешь. Поверь мне, человек, который никогда в жизни своей не бегал, пробежав 30, я пробежал, если вот суммирую, я просто, у меня программа считает, я пробежал с марта 700 километров, 700 километров на своих ногах, и я до сих пор еще стою, и до сих пор еще ноги, колени не сточились, ничего не произошло. 700 километров с марта, человек, который никогда не бегал, он смог это сделать. И это не потому, что я такой крутой, я такой же, как и ты, просто у меня есть цель и есть мечта. И если ты просто однажды, сейчас себе скажешь, Господь, в этой молитве, у меня, я беру это, я принимаю этот вызов для себя, я буду служить Богу. Я начал бегать просто потому, что мне стало скучно, не потому, что мне нечем заняться, у меня есть служение, я люблю этим заниматься, но мне этого просто стало мало, и я хочу просто победить себя в чем-то другом. И только из-за этого бегаю. Тебе не нужно бегать, не нужно прыгать, я просто бросаю тебе вызов, начни служить, по-настоящему, максимально, как будто завтрашнего дня не будет. Особенно я говорю это о молодежи, хватит, 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 чтобы вам служили. Начните служить пастору Алексею. Я вам хочу сказать, почтите за огромное благословение встать и держать ему руки. Вы не понимаете просто одной вещи, что вы следующее поколение, которое будет. Если вы сегодня согласитесь с тем, что это не наше кино, это церковь везде, вон сколько церквей в Риге, станьте патриотами нового поколения. Станьте людьми, для которых новое поколение будет не просто два слова, а это будет гордость. Знаете, я горжусь тем, что я служитель церкви нового поколения. Я вам честно это говорю. Я горжусь этим. Возможно, это грех, но для меня честь быть в новом поколении. И я делаю себе футболку, я буду бежать, у меня будет герб и надпись «Новое поколение». Потому что для меня честь быть в новом поколении. И для меня это не просто «А, новое поколение, одна из церквей, новое поколение – это моя церковь». И я бросаю вызов тебе, молодежь, я бросаю вызов вообще каждому, кто слышит это слово. Слабо тебе встать и держать руки пастору? Забыв про себя, забыв про то, что ты могу, не могу, хочу, не хочу. Просто встать и сделать. Просто встать и взять служение. Просто встать и взять домашнюю группу. Просто встать и пойти и начать проповедовать. Просто встать в своем классе и сказать «Ребята, я хочу молиться за ваши нужды. Я хочу благословлять каждого из вас. Я хочу просто быть ответом. Я хочу принести Иисуса именно тебе, лично тебе». Чтобы выросла церковь, нужен один человек, приводящий одного человека хотя бы в полугодие. Церковь вырастает в два раза. Один привел другого. В два раза церковь увеличилась. Молодежь, да вокруг вас столько людей сегодня, что я не поверю, что вам некому проповедовать. Мы же живем где-то там на необитаемом острове, где Пятница и Робинзон Крузо друг другу проповедовали. У тебя в классе как минимум 30 человек неспасенных. В институте так там вообще. В твоем подъезде сколько квартир? Сколько из них спасены? Сколько людей идет в ад? Ну, пастору лучше. Вот пусть меня пастор попросит, я тогда буду делать. Я вам хочу сегодня сказать, пастор за тебя, марафон твоей жизни не пробежит. Он вообще не побежит. Он не Клифф Янг, он Алексей Ледяев. Ему это не надо, у него свой марафон жизни, он бежит его уже. Скоро будет 60 лет, как он его бежит. Давайте мы будем молиться. Но я бросаю вызов сегодня каждому. Если ты слышишь, не оставайся в стороне. Я верю, что отсюда начинается. Дух Святой наполняй. Господь, пусть сейчас происходит смена, смена понятий в нашем разуме, Господь. Я прошу тебя, Дух Святой, пусть сейчас сломаются всякие ограничения сверхъестественным образом. Господь, я молю тебя, чтобы сейчас мы пошли дальше и глубже, Господь, в тебе. Господь, то, что мы не могли раньше, в том, что мы убеждали себя, что это нам не подвластно или не под силу, дай сегодня сломать, дай сегодня, чтобы эти рамки рухнули, чтобы всякий стереотип рухнул во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой нам мало того, что мы имели вчера, Господь. Мы хотим больше, 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 больше глубже в тебя идти, глубже узнавать тебя. И, Господь, я молю тебя, чтобы сегодняшний вызов услышал каждый человек, каждый человек, Господь. Дай принять каждому этот вызов, Господь. Перестать быть потребителями, но стать исполнителями Твоего Слова. Не просто слышателями, но людьми, которые идут и делают, Дух Святой. Дух Святой. Все, что ты делаешь сейчас сердцами, все, что ты плавишь, Господь, каждое сердце, разрушаешь ствердыни в разуме. Господь, пусть это будет произведено, эта работа сверхъестественным образом. Дух Святой, мы хотим выйти из ограничений, выйти из своих рамок. Дух Святой, пойти дальше. Хватит быть ограниченными. Хватит довольствоваться тем, что ты имеешь на сегодня. Хватит верить в манну с неба. Хватит верить в пищу, которая дана тебе на один день. Мечтая о большем, стремись к большему. Твоя цель еще не достигнута. Твоя цель еще не достигнута. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы здесь происходили смены понятий во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, то, что мы будем сейчас делать, пусть это будет не просто соль, высыпанная на пол, но, Господь, я молю Тебя, чтобы это было на самом деле как священное действие. Боже, Ты показывал мне, как течет живая вода из-под порога этого храма, из-под порога этой церкви. И я знаю, Дух Святой, что это не просто какая-то красивая картинка, которую я видел. Я верю в пробуждение отсюда, пробуждение молодежи. Я верю, Господь, что здесь, на этом месте, восстанавливается сильное молодежное служение. То, что эта церковь видела в 2000-х, в 90-х годах, это лишь малая часть того, что будет происходить в 2015-м, 2016-м и 2017-м годах. Боже, я верю в пробуждение среди молодежи в этой стране. Я верю, Господь, в силу, в силу помазания Твоего Дух Святой. И то, что люди сегодня не верят, кто-то смеется, кто-то говорит, что новое поколение уже не то, кто-то говорит, что застоялось, забродило, превращается в болото. Господь, я знаю, что эти языки будут посрамлены не потому, что мы так хотим, но потому, что Ты исцеляешь, Ты приносишь свою свежесть, Господь. Иисус, я верю, что это не просто соль, это как сила, Господь, Твоя. Это как знамение того, что Ты воды делаешь здоровыми и почву плодовитой, Господь. Господь, пусть это будет Твоим знамением для каждого из нас. Дух Святой, пусть сейчас в духовном мире происходят сверхъестественные перемены Твои. Господь, я верю, верю в судьбу. Я верю в каждое слово, сказанное здесь, с этой кафедры. Я верю, Господь, что здесь больше, больше, чем было, Господь, во имя Иисуса Христа. И пусть эта соль, она делает, Господь, источник здоровым. Пусть вода будет здоровой, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть почва станет плодовитой во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Господь, Боже, пусть всякие злые языки, они умолкнут во имя Иисуса, Господь, пусть лживые уста умолкнут во имя Иисуса Христа, Дух Святой, я верю в особое предназначение этой апостольской церкви, я верю, Дух Святой, в каждую молитву здесь, я верю, Дух Святой, во все, что Ты делаешь здесь, Господь, И, Боже, я знаю, что приходит новый сезон, когда люди будут приходить и учиться, когда люди будут стремиться попасть сюда на конференции, на школы, Господь, пусть это происходит сегодня, Дух Святой. Субтитры создавал Dух Святой Субтитры создавал Dух Святой Субтитры создавал Dух Святой Субтитры создавал Dух Святой Дух Святой Субтитры создавал Dух Святой Дух 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 Святой О пробуждении Как ты даешь нам идеи Как ты открываешь нам новые горизонты Иисус, мы слышим это в своем сердце Да, мы молоды сегодня физически Но молодость это наша сила Молодость это наш конек Это наш главный козырь Наш главный аргумент в борьбе с дьяволом Мы молоды И именно поэтому мы действуем Мы молоды И именно поэтому мы не устаем держать руки Мы не устаем служить Мы как заведенные Мы бегаем, мы двигаемся в Тебе, Иисус Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты поместил нас сюда Благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что Ты поместил нас в эту церковь За то, что Ты доверил нам это служение Спасибо Тебе за Отца, Господь Знаете, вот такая картина Вы не представляете Стойте, стойте, не расходитесь Представьте, это лишь малая часть А представьте, сколько сейчас людей, которые видят это онлайн Сколько бы хотели молодежи сюда выбежать И сделать то же самое Пастор Алексей, Вы богатый отец По-настоящему богатый отец Это маленькая часть того, тех людей, которые есть Представьте, Россия, Украина, Германия, вся Прибалтика, Европа Вся география нового поколения, которые сейчас это видят Я убежден, что каждый бы хотел стоять здесь На месте этой молодежи и прикасаться И говорить, пастор, Ты мой отец, я буду держать Тебе руки Я верю, что вот оно Вот она, эта здоровая река Вот они, эти здоровые люди Здоровое общество Я верю, что это плодовитая земля Которая будет не просто плодовитая сейчас Но именно они будут приносить плоды в Царство Божие Я не списываю со счетов ни одного человека Послушайте, каждый из нас мы приносим в своем жизни пробуждение Мы делаем дела Божьи Мы все молодцы Я верю в судьбу каждого Особенно судьбу пасторов Вы на самом деле помазанные, благословенные люди Но послушайте, почему я верю больше всего в молодежь Потому что будущее за ними Это они будут завтрашними пасторами Это они будут завтрашними евангелистами Это они будут завтрашними бизнесменами, политиками, президентами Всем завтра будут управлять они И если ты сегодня списал со счетов их Я знаю, что пастор Алексей не списал Я вижу, как его сердце горит Пастор Алексей, может быть, вы помолитесь Просто благословите, как отец Господи, как трогательно Это пророческий рубеж Это исторический рубеж Бог реваншист И все, что было в те времена Когда в Риге мы видели Джейси Хаус, Дрим Тим, Балти Крейшн Это все Бог восстанавливает И следующее поколение возьмет эстафету Я верю в каждого из вас Огромное спасибо за это пророческое Священодействие На самом деле Бог все изменит сейчас Нам снится будет Снится будут другие сны Мы будем видеть видение У нас будет мощный авторитет Вместе с вами в школу будет приходить Иисус Вместе с вами в институты будет приходить Дух Святой Слава Божья К вам будут тянуться Те девочки, мальчики, парни Которые снаружи кажутся успешными А внутри мертвыми Как вчера мы слышали Не говори, я молод И мне еще рано Пришло время Дух Святой Так благодарен тебе Боже, пусть эта ссоль Она попадет в источник Я прошу, пусть не будет здесь смерти и бесплодия Пусть все смертное будет поглощено жизнью Я благословляю каждого юношу Каждую девушку Боже, помазанный сегодня Особенным помазанием О, пусть этот источник Будет здоровым И пусть из-под порога храма течет Это великое служение Пробуждение среди студентов Студенческие клубы Пусть приходит пробуждение В спортивные сферы Пусть приходит пробуждение В сферы шоу-пиз Господь используй этих Прекрасных, драгоценных Молодых людей Как Ситраха, Месаха и Авдинага Пусть они Будут в десять раз Мудрее, умнее Своих сверстников Проводи их в канцелярию президента Проводи их на ключевые позиции Нашего общества Пусть они будут, Господь С Твоей надеждой Господь, я благодарю Тебя За связь поколений Благодарю Тебя, что Ты сегодня Обращаешь сердца отцов к детям Сердца детей к отцам И благословение на эту землю Ты гарантируешь Мы провозглашаем возрождение Молодежного служения Мы провозглашаем возрождение Джейси Хаус Мы провозглашаем возрождение Дрим Тим Это Твоя мечта Это команда Твоей мечты И пусть эти драгоценные люди Осуществят Твои планы Твои желания Я призываю Твое благословение Я призываю, Господь Твой сверхъестественный маркетинг Твой сверхъестественный менеджмент Твое сверхъестественное побуждение Боже, я благодарю Тебя Все, что Ты, Господь, делаешь Мы так ценим Ты Бог мира и устройства И пусть Твой мир И пусть Твое устройство придет На эту площадку Благодарю Тебя За этот третий день Твоего великого созидания Мы поклоняемся Тебе Мы благословляем Твое великое святое имя Поколение Данилов Поколение Седрахов, Песахов и Автинам Поколение Иосифов Поколение Тимофеев Поколение Иисусов Наведых Халевов Я благодарю Тебя за связь поколений Я благодарю Тебя за сверхъестественную любовь Каждого из них к Церкви, к Тебе, к служению Благодарю Тебя, что Ты работаешь с их сердцами Ты обращаешь их сердца к Церкви, к Тебе Пусть Дух Святой двигается И совершает эту великую работу внутри Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Аллелуйя А давайте мы запустим сокровищницу. Пастору Алексею хорошо, он обнимает молодежь, поэтому он молодой всегда, он с молодежью всегда, с кем поведешься, от того и к кому и прикоснешься. Аллилуйя! Аллилуйя! Молодежь у нас в пятницу в 19.00 молодежное служение здесь. Я думаю, что будет прям вот интересно всем назидательно. У нас есть такие небольшие идеи, не буду раскрывать пока. Но я вам хочу сказать, те, кто здесь, молодежь, пока сокровищницы идут, пока мы собираем пожертвования, послушайте меня. Я просто хочу, чтобы, вот возьмите для себя какую-то такую небольшую планку, приведите одного человека с собой, просто на молодежное служение. А почему нет, в красивую церковь, в красивое место. Будем рассуждать, будем просто делиться свидетельствами. Почему я в церкви, почему я верю в Бога, кто такой Иисус. Мы просто порассуждаемся вместе, чтобы просто некоторые люди, я столкнулся с тем, что люди даже, особенно молодые, они не знают, кто такой Иисус. Точнее, они слышали о Нем, но они не знают Его сущности. Я думаю, что здесь будет интересно. Мы постараемся заинтересовать каждого молодого человека. От все, что от тебя нужно, просто помолись завтра. Пусть Господь расположит в сердце человека, которому ты свое возьмешь и приведешь. У каждого есть друг, который не в церкви. У каждого. Представьте, вот у меня интересная такая, ну у меня нет молодых друзей, к сожалению. У меня друзья начинаются, ну хотя какие что, они тоже молодые, от 25 и до 48. Ну я шучу, до 50 у меня друзья есть. Мне вообще интересно, мне представляете, у меня есть друзья, которые дети, и их родители, и меня и дети на день рождения приглашают, и родители. И мне про детей знаю то, что я не должен знать, ну как бы, да, и родителям я не могу расстать. Это парадокс вообще в молодежном служении. И я как-то хожу там, ну, секретный агент. Но суть не в этом. У меня, мне однажды в Фейсбуке человек, с которым я не общался там 9 или 10 лет, пишет, ну мы там все, мы про конференцию про нашу пишем, а она говорит, а что это такое? Мы работали с девушкой вместе. Я говорю, это вот просто христианская конференция. И она спрашивает у меня, а можно туда прийти? И я понимаю, что, знаешь, вот есть люди, которые не понимают, что это, но они ждут, когда их пригласят. Я даже не хотел ее ни разу за 10 лет знакомства с того момента, как мы работаем. Я не хотел ее вообще ни разу в церковь пригласить. И тут она сама уже напрашивается в церковь. А можно прийти? Послушай, есть рядом с тобой люди, которые хотят прийти в церковь, но ждут, когда ты их пригласишь. И вот пятница в 19.00 самое лучшее время пригласить своего молодого друга на служение в церковь. Аминь, молодежь! Аминь или не аминь? Аминь! Не туда положи, но это же не нужда у меня. Господь, у меня есть нужда, но не такая. Аллилуйя! Нужды отвечены, финансы умножены. Давайте помолимся, да? Чтобы, а то вы же не верите, что это так, нужно же обязательно. Поблагодарим тебя мы, Господь, за то, что все наши нужды отвечены, финансы наши умножены у кого-то в 30, у кого-то в 60, а у кого-то в 100 крат. Ну, у всех по-разному, Господь, ты знаешь на сегодняшний день кому сколько нужно, поэтому мы благодарим тебя за это. И я прошу тебя, Дух Святой, чтобы все наши нужды всегда были услышаны Тобою, чтобы, Господь, мы всегда могли свидетельствовать о Твоей славе и всегда прославлять Тебя. Дух Святой, я благословляю каждого человека на этом месте. Пусть всегда в их жизни будет благодать и благословение, Господь. И пусть этот вызов, который ты бросаешь каждому, будет услышан. Вот я, Господь, пошли меня. И благословение на каждом из нас, Господь. Аминь. 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 Аминь.